Средства от запоя. В город Дэ, в отдельном купе первого класса, прибыл на гастроли известный чтец и комик господин Фениксов Дикобразов II. Все, встречавшие его на вокзале, знали, что билет первого класса был куплен для Форса лишь на предпоследней станции, а до тех пор знаменитость ехала в третьем. Все видели, что, несмотря на холодное осеннее время, на знаменитости были только летняя крылатка да ветхая котиковая шапочка. Но, тем не менее, когда из вагона показалась сизая заспанная физиономия Дикобразова II, все почувствовали некоторый трепет и жажду познакомиться. Антрепренер Почечуев по русскому обычаю троекратно облобызал приезжего и повез его к себе на квартиру. Знаменитость должна была начать играть дня через два после приезда, но судьба решила иначе. За день до спектакля в кассу театра вбежал бледный, взъерошенный антрепренер и сообщил, что Дикобразов II играть не может. «Не может!» — объявил Почечуев, хватая себя за волосы. «Как вам это покажется?» «Месяц!» «Целый месяц печатали оршинными буквами, что у нас будет Дикобразов!» «Хвастали, ломались, забрали абонементные деньги!» «И вдруг этакая подлость, а?» «Да за это повесить мало!» «Но в чем дело?» «Что случилось?» «Запил проклятый!» «Экая важность!» «Проспиться!» «Скорее сдохнет, чем проспиться!» «Я его еще с Москвы знаю!» «Как начнет водку лопать, так потом месяца два без просыпа!» «Запой!» «Это запой!» «Нет, счастье мое такое!» «И за что я такой несчастный?» «И в кого я, окаянный, таким несчастным уродился?» «За что?» «За что над моей головой всю жизнь висит проклятие неба?» Почечуев – трагик и по профессии, и по натуре. Сильные выражения, сопровождаемые биением по груди кулаками, ему очень к лицу. «И как я гнусен, подл и презренен, рабски подставляя голову под удары судьбы!» «Не достойнее ли раз навсегда покончить с постыдной ролью Макара, на которого все шишки валятся, и пустить себе пулю в лоб?» «Чего же жду я? Боже, чего я жду?» Почечуев закрыл ладонями лицо и отвернулся к окну. В кассе, кроме кассира, присутствовало много актеров и театралов, а потому дело не стало за советами, утешениями и обнадеживаниями. Но все это имело характер философский или пророческий. Дальше суеты-сует, наплюйте и авось – никто не пошел. Один только кассир, толстенький, водяношный человек, отнесся к делу посущественней. «А вы, прокл Львович, – сказал он, – попробуйте полечить его!» «Запой никаким чертом не вылечишь!» «Не говорите-с! Наш парикмахер превосходно от запоя лечит! У него весь город лечится!» Почечуев обрадовался возможностью ухватиться хоть за соломинку, и через какие-нибудь пять минут перед ним уже стоял театральный парикмахер Фёдор Гребешков. «Представьте вы себе высокую костистую фигуру со впалыми глазами, длинной жидкой бородой и коричневыми руками. Прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом, которого заставили двигаться на винтах и пружинах. Оденьте фигуру в донельзя поношенную черную пару, и у вас получится портрет Гребешкова!» «Здорово, Федя!» – обратился к нему Почечуев. «Я слышал, дружок, что ты того лечишь от запоя! Сделай милость! Не в службу, а в дружбу! Полечи ты, Дикобразова! Ведь знаешь, запил!» «Бог с ним!» – пробосил уныло Гребешков. «Актеров, которые попроще, купцов и чиновников, я действительно пользую, а тут ведь знаменитость на всю Россию!» «Ну так что ж!» «Чтоб запой из него выгнать, надо во всех органах и суставах тела переворот произвесть. Я произведу в нем переворот, а он выздоровеет и в амбицию. Как ты смел, скажет собака, до моего лица касаться! Знаем мы этих знаменитых!» «Не отвиливай, братец! Назвался Груздем, полезай в кузов! Надевай шапку, пойдем!» Когда через четверть часа Гребешков входил в комнату Дикобразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядела на висячую лампу. Лампа висела спокойно, но Дикобразов второй не отрывал от нее глаз и бормотал. «Ты у меня повертишься! Я тебе, анафема, покажу, как вертеться! Разбил графин и тебя разобью, вот увидишь!» «Ах, потолок вертится!» «Понимаю, заговор!» «Но лампа, лампа! Меньше всех подлая, но больше всех вертится!» «Постой же!» Комик поднялся и, потянув за собой простыню, сваливая со столика стаканы и покачиваясь, направился к лампе, но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое. «Что такое?» «Заревел он, поводя блуждающими глазами. Кто ты? Откуда ты? А?» «А вот я тебе покажу, кто я!» Пошел на кровать. И, не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Гребешков размахнулся и трахнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел на постель. Комика, вероятно, раньше никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с любопытством. «Ты? Ты ударил? По... Постой! Ты ударил?» «Ударил. Мне что еще хочешь?» И парикмахер ударил дикобразово еще раз по зубам. Не знаю, что тут подействовало, сильные ли удары или новизна ощущения, но только глаза комика перестали блуждать, и в них замелькало что-то разумное. Он вскочил и не столько со злобой, сколько с любопытством стал рассматривать бледное лицо и грязный сюртук Гребешкова. «Ты... Ты дерешься?» – забормотал он. «Ты... Ты смеешь?» Молчать! И опять удар по лицу. Ошалевший комик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова сдавила ему грудь, другая заходила по физиономии. «Легче, легче!» – послышался из другой комнаты голос Почечуева. «Легче, Феденька!» «Ничего, спрокл Львович, сами же потом благодарить станут!» «Все-таки ты полегче!» – проговорил плачущим голосом Почечуев, заглядывая в комнату комика. «Тебе-то ничего, а меня мороз по коже дерет!» «Ты подумай! Среди бела дня!» «Бьют человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире!» «Ах!» «Я, прокл Львович, бью не их, а беса, что в них сидит! Уходите, сделайте милость и не беспокойтесь!» «Лежит дьявол!» – набросился Федор на комика. «Не двигайся!» «Что?» Дикобразовым овладел ужас. Ему стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову. «Караул!» – закричал он. «Спасите! Караул!» «Кричи, кричи, леший! Это еще цветки, а вот погоди, ягодки будут!» «Теперь слушай! Ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевельнешься – убью!» «Убью и не пожалею!» «Заступиться, брат, некому!» «Не придет никто, хоть из пушки пали!» «А ежели смиришься и замолчишь, водочки дам!» «Вот она, водка-то!» Гребешков вытащил из кармана полуштов водки и блеснул им перед глазами комика. Пьяный, при виде предмета своей страсти, забыл про побои и даже заржал от удовольствия!» Гребешков вынул из жилетного кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштов. Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся всыпать в нее всякую дрянь. В полуштов посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберова соль, серо-канифоль и другие специи, продаваемые в москотельных лавочках. Комик пялил глаза на Гребешкова и страстно следил за движениями полуштова. В заключение парикмахер сжег кусок тряпки, высыпал пепел в водку, поболтал и подошел к кровати. «Пей!» сказал он, наливая пол чайного стакана. «Разом!» Комик с наслаждением выпил, крякнул, но тотчас же вытаращил глаза. Лицо у него вдруг побледнело, на лбу выступил пот. «Еще пей!» предложил Гребешков. «Не, не хочу! По-постой!» «Пей, чтоб тебя! Пей! Убью!» Дикобразов выпил и застонав повалился на подушку. Через минуту он приподнялся, и Федор мог убедиться, что его специя действует. «Пей еще! Пусть чай у тебя все внутренности выворотит! Это хорошо! Пей!» И для комика наступило время мучений. Внутренности его буквально переворачивало. Он вскакивал, метался на постели и с ужасом следил за медленными движениями своего беспощадного и неугомонного врага, который не отставал от него ни на минуту и неутомимо колотил его, когда он отказывался от специи. Побои сменялись специей, специя – побоями. Никогда в другое время бедное тело Фениксова Дикобразова II не переживало таких оскорблений и унижений, и никогда знаменитость не была так слаба и беззащитна, как теперь. Сначала комик кричал и бронился. Потом стал умолять. Наконец, убедившись, что протесты ведут к побоям, стал плакать. Почечуев, стоявший за дверью и подслушивавший, в конце концов не выдержал и вбежал в комнату комика. А ну тебя к черту, сказал он, махая руками. Пусть лучше пропадают абонементные деньги, пусть он водку пьет, только не мучь ты его, сделай милость. Околеет ведь ну тебя к черту. Погляди, совсем ведь околел. Знал бы, ей-богу, не связывался. Ничего-с, сами еще благодарить будут. Увидитесь. Ну ты, что еще там? Повернулся Гребешков к комику. Влетит! До самого вечера провозился он с комиком и сам умаялся и его заездил. Кончилось тем, что комик страшно ослабел, потерял способность даже стонать и окаменел с выражением ужаса на лице. За окаменением наступило что-то похожее на сон. На другой день комик, к великому удивлению, почечу его проснулся, стало быть, не умер. Проснувшись, он тупо огляделся, обвел комнату блуждающим взором и стал припоминать. Отчего это у меня все болит? Недоумевал он. Точно по мне поезд прошел. Мне что водки выпить? Эй, кто там? Водки! В это время за дверью стояли Почечуев и Гребешков. Водки просит. Стало быть, не выздоровел, ужаснулся Почечуев. — Что вы, батюшка, прокол Львович! — удивился парикмахер. — Да не что в один день вылечишь. Дай бог, чтобы в неделю поправился, а не то, что в день. Иного слабенького и в пять дней вылечишь, а это ведь по комплекции тот же купец. Нескоро его проймешь. — Что же ты мне раньше не сказал этого, анафема! — застонал Почечуев. — И в кого я несчастным таким уродился? И чего я, окаянный, жду еще от судьбы? Неразумнее ли кончить разом, всадив себе пулю в лоб? И так далее. Как немрачно глядел на свою судьбу Почечуев, однако через неделю Дикобразов-2 уже играл, и абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комика Гребешков, причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя. — Живуч человек! — удивлялся Почечуев. Я чуть не помер на его муки глядючи. А он, как ни в чем не бывало, даже еще благодарит этого черта Федьку. В Москву с собой хочет взять. Чудеса, да и только!